Когда ты находишься на дне, казалось бы, хуже уже не бывает, всегда находятся те, кто постучат снизу. Здарова, танкисты! С вами Слим, и сегодня я покажу вам команду своей мечты. Но давайте обо всем по порядку. Я выполняю новогодние боевые задачи, их очень много, и приходится их выполнять каждый день. Есть ежедневные боевые задачи, есть недельные. За них мы получаем коробки, с них выпадают игрушки, собираем коллекцию, украшаем ангар, повышаем уровень праздника, ля-ля-ля-ля, в общем. Но, соответственно, приходится выполнять все, потому что коллекции собрать достаточно сложно, и я ни дня не пропускаю, выполняю все подряд. В один прекрасный миг выпала замечательная боевая задача, в которой надо было одержать 5 побед. Вот тут я вижу, что Т-54 застоялся, вот ПТшечки ему скинулись, очень вкусно. Вот, я понимаю, что он стал ваншотным, выезжая, забирая. Сразу же замечаю, что Т-49 паривается на 90-го. Т-49, понятное дело, стрельнет один раз, альфа ему не хватило. Вот, в общем, стреляем в 90-го, идем на таран, и в таком красивом эффектном стиле вначале боя делаем два фрага. Вот, ну, надо зачистить этот фланг, все-таки враг, наверное, еще не понял, что сюда вообще ездить не стоит. Сливается Т-54 Аблан, ну, и едем чекнуть, может быть, тут еще есть какие-то потеряшки. Вообще, честно, для меня, братьюня, загадка, немножко отступлю от нашей темы. Вот, я не знаю, сколько вот этим рандомным Алешкам, вот, на этой карте Эрленберг, надо слиться слева, чтобы понять, что не надо с любого респа ехать через мост на левый фланг. Это капец как невыгодно, потому что с любого респа противник на горе окажется быстрее. С горы больше прострелов, на горе есть укрытие, стрельнул, спустился вниз, то есть без проблем. А вы же тут находитесь под капец каким прострелом в чистом поле. То есть, ну, налево ехать, вот, через мост, хоть с этого респа, хоть с противоположного, не стоит. Ни в коем случае. Вы видите, что вот, без проблем мы слили треть команды. Так вот, братьюня, казалось бы, элементарная боевая задача, пять раз победить, то есть не на подряд, просто пять побед. Я был немножечко ограничен во времени, но думаю, полчасика могу выделить, сейчас зайду, быстренько все выполню и поеду заниматься там своими делами. Вот, и, как вы, наверное, уже догадались, перед этим боем у меня была замечательнейшая серия из четырех сливов подряд. Я не скажу, что это были турбосливы, то есть, может быть, там, пару боев можно было как-то где-то, то есть, мы были близки к победе. Но, ребят, когда у тебя выпадает боевая задача на пять побед, и ты проиграешь четыре боя подряд, то есть, сыграл четыре боя, и ни на шажочек не продумывался выполнение этой боевой задачи. Я думаю, у любого танкиста начнет бомбить и гореть. Сказать, что у меня бомбило в этом бою, это ничего не сказать. Я просто капец какой, злой, и, в принципе, иногда это будет видно, потому что вот врывы какие-то, то есть, ошибки. Вот, когда у меня бомбит, я вот играю вот так вот как-то, то есть, я не могу стоять на месте, я не могу спокойно, у меня все, нервы на пределе, я вот где-то врываюсь, где-то получаю, где-то, то есть, торплю события, за это часто, вот, меня наказывают в рандоме, вот, то есть, ну, как бы, бой не показался. Ну, в общем, у меня горело. И тут я попадаю вот в этот бой на карте Эрленберг, я вижу сетапы, я просто офигеваю. Вот, да, бой в топе, ну, тут все в топе, одно уровне бой, все девяточки. Но посмотрите, блин, это просто капец, сколько железа и нету арты. Вот, есть еще ПТшки. То есть, ну, а железо, посмотрите, у команды противника три тайпа четыре хэви. Помимо этого, есть еще тапок. Ну, это же просто жесть, кто их будет колупать, я не знаю. У нас тоже, как бы, да, есть два тапка, есть СТ-1, есть Маус Хен. Ну, в общем, учитывая тот факт, что я на ЛТшке, вот, меня немножечко накаляло. Да, я понимал, что я могу подсветить где-то, что-то, но реально колупать тапков, вот, на ВЗшке не очень приятное дело. Тем более, сейчас очень многие тапки играют на фугаснице. Вот, два фугаса, а может быть и один, и я в ангаре. Тут я упариваюсь в хомяка, вот, я посчитал его снаряды, вот, в принципе, понял, что он ушел на КД. Я говорю, хомяк, давай теперь я постреляю. Он говорит, подожди, не стреляй, не хомяк, я звездочет, вот, видишь, я звезды считаю, не трогай меня. Ну, в общем, я не стал его слушать, и хомяк благополучно отправился в ангар совместными нашими усилиями. В общем, меня, капец, как это накаляло. Я не знал, как сыграет в начале боя наша команда, не знал, как сыграет ихняя. Но потом, когда, вот, мы зачистили тот фланг, вот, мы продавили хомяка, да, то есть, и вы видите, да, то есть, как бы, как бы, враг забит весь на респе. Я посмотрел, что делают ихние Type-4 Heavy, я просто прозрел, братюня. Это реально крик со дна. Танки, которые тут могли убить все и вся. Реально, они могли, действительно, вот, даже поехать, наверное, позволить себе поехать на левый фланг. Да, не по полю, там, не очень нагло, вот, играя от домиков, но, реально, как бы, они, действительно, могли тут или на прием сыграть, или даже продавить просто на изи. Ну, им просто, видимо, в западло было куда-либо ехать, ведь они же большие, тяжелые, медленные, и они весь бой ПТ-шили, вот, на респе. Просто аплодирую стоя. Но, что будет дальше, это вообще меня поразило, то есть, я тут, как бы, ваншотно особо не врываюсь, пытаюсь тут подстрелять, подамажить, посветить, то есть, ну, как-то так, потихонечку. Я понимал, что мы уже выиграли, сейчас союзники подтянутся, и будет все хорошо, вот, но, что произошло дальше, такого я еще, вот, за 5 лет игры World of Tanks не видел. Я понимаю, когда, вот, в конце боя остается у врага артиллерия, да, то есть, это такой сладкий десерт, арта вас весь бой кумарила, вот, потом она в конце без поддержки осталась, и она начинает топиться. Ну, то есть, как бы, да, неспортивное поведение, ну, как бы, это артобиберы, их можно понять. Но, братюни, когда топятся два Type 4 Heavy в конце боя, я еще такой хрени видел, причем Type 4 Heavy были не ваншотные, у одного было половина хп, один второй, а второй вообще, вообще, практически фуловый, и они оба топятся. Братюни, это крик со дна, такой хрени я еще, честно, не видел. Вот, я, конечно же, был, несомненно, рад, что, наконец-то, после серии из 4 сливов мы победили, и я попал не в ту команду, а ведь шансы были, да, то есть, шансы были, что я мог быть на той стороне, вот, но, тем не менее, вот, такая фигня происходит сегодня в рандоме. Вот так вот я увидел команду своей мечты. Но, помимо этого, в этом бою мне еще непонятно, за что дали мастера. Наверное, за ту серию из 4 сливов мне сделали какую-то поблажку, ведь результат, в принципе, как бы и обыденный. На этом у меня все, с вами был Слим, пусть звездочеты и водолазы попадаются вам только в команде противников, до новых встреч, всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова